Малые города Якутии примут участие во всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды. Из федерального бюджета на грантовую поддержку лучших проектов предусмотрено около 5 миллиардов рублей. Предусматривается, что исторические поселения в качестве гранта получат по 50 миллионов рублей, а малые города от 30 до 100 миллионов рублей в зависимости от численности населения. В Якутии официальный статус малых городов имеет 12 муниципальных образований. Из них предварительно 6 муниципальных образований изъявили желание подать заявку на участие в конкурсе. Это Верхоянск, Нерингри, Покровск, Алёк, Минск, Вилюйск и Алдан. До конца текущей недели муниципальным образованием, желающим принять участие в конкурсе, необходимо оформить свое решение и опубликовать на официальных сайтах, отметила директор Департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко. В качестве одного из ключевых критериев оценки проектов будет установлено требование об обязательной поддержке такого проекта гражданами и общественными организациями и проведение соответствующих общественных обсуждений. Оценка конкурсных заявок осуществляется федеральной комиссией. Перед этим проекты проходят региональный отбор. Проведение итогов состоится в мае 2018 года. В ближайшие два года в России планируют ввести 728 ясли садов. На это из государственного бюджета направят 49 миллиардов рублей. Из них более миллиарда предусмотрели в бюджете Якутии. Новые дошкольные учреждения позволят создать 1100 мест для детей ясельного возраста. Отмечу, что нехватка подобных учреждений – довольно острая проблема в республике. По информации Министерства образования региона, в электронной очереди стоят 22 тысячи детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Приоритет при трудоустройстве на Верхнем Мунском месторождении будет дан местным кадрам из районов Якутии. Такое заявление сделал генеральный директор Алроса Сергей Иванов. На текущий момент службы удачнинского ГОКа разрабатывают дорожную карту по набору персонала. Ожидается, что в этом году будут трудоустроены 400 человек, в следующем году еще порядка 200-300 специалистов. Промышленное освоение на Верхнем Мунском месторождении начнется в четвертом квартале 2018 года и продлится по оценкам до 2041 года. Якутии нужно преодолеть дисбаланс трудовых ресурсов. Такую задачу поставил руководитель региона Егор Борисов. По его словам, внутренняя эмиграция населения в последние два десятилетия привела к тому, что 54% населения проживает в центральных районах республики. Между тем, основной рост в экономике формируется за счет промышленного производства Южной и Западной Якутии. Также руководитель Якутии выразила беспокоенность по поводу сокращения населения в северных улусах. Основная кадровая потребность и высокооплачиваемые рабочие места находятся в добывающей промышленности и строительстве. Вице-консул Японии в Хабаровске Марадоми Манабу прибыл в Якутию с рабочим визитом для дальнейшего расширения сотрудничества с республикой. Его приезд преследует две задачи – подробнее познакомиться с реализацией совместных проектов Японии и Якутии и проведение переговоров о возможной организации содружеских мероприятий для включения в программу «Годы Японии в России». Масштабные мероприятия состоятся в этом году. Они охватывают различные сферы двухсторонних связей – политику, экономику, культуру, науку, образование, молодежный обмен, спорт, обмен опытом между муниципальными образованиями. Напомню, что стороны реализуют совместный проект строительства ветропарка в поселке Тикси Булунского района. Демонстрационный ветродизельный энергетический комплекс будет состоять из трех ветроустановок с установленной мощностью по 300 кВт каждая, трех дизель-генераторов по 1 мегаватт и системы аккумулирования, а также прочего вспомогательного оборудования. Якутия на сегодняшний день является единственным субъектом Дальнего Востока, население которого перешагнуло 70-летний порог продолжительности жизни. По прогнозам экспертов, в предстоящем десятилетии в республике и по стране в целом будет расти численность населения старше трудоспособного возраста. Причем опережающими темпами будет расти численность лиц возрасте 80 лет и старше. Уникальный полигон для проверки качества автомобильных шин появится в Якутии. Резидент ТОР Индустриальный парк Ангаласы, испытательный полигон СВФУ приступает к реализации проекта. Заявку инвестора на осуществление строительства уже одобрила Корпорация развития Дальнего Востока. Испытательный полигон, состоящий из нескольких автомобильных трасс с различными типами дорожных покрытий, уклонами и поворотами, планируется запустить до ноября текущего года. Основными задачами тестов станет оценка влияния автомобильных шин на безопасность управления, комфорт движения и эксплуатационные параметры транспортных средств в максимально реальных условиях экстремальных холодов. В январе этого года рост российской экономики составил 2%, посчитала Минэкономразвитие. Это выше, чем в декабре прошлого года. Положительной динамики способствовало увеличение промышленного производства и потребительского спроса. В феврале, вероятно, темпы роста останутся примерно на том же уровне. Новые оценки в целом погоду ведомства представят в апреле. Текущая версия прогноза предполагает увеличение внутреннего валового продукта на 2,1%. Сальдо внешнеторгового баланса России в январе 2018 года выросло на 37,4% по сравнению с показателем января 2017 года и составило 18 млрд долларов. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за отчетный период увеличился на 29,1% и составил более 33 млрд долларов США. Что касается импорта, то он увеличился на 20,7% и составил более 15,5 млрд долларов. Таким образом, по итогам января внешнеторговый оборот России вырос на 26,3% и составил 49,2 млрд долларов. Объем ипотечных кредитов, выданных в России за февраль, достиг 200 млрд рублей. Это вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года. Рынок ипотеки в феврале поставил новый рекорд. Выдано более 100 тысяч кредитов. Платежи за коммунальные услуги становятся более прозрачными благодаря государственной информационной системе ГИС ЖКХ. Это единая федеральная централизованная система, которая содержит всю информацию о жилищно-коммунальном хозяйстве России. В частности, информацию о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом, предоставлении коммунальных услуг, размер оплаты за жилое помещение и другие информации. Для доступа в ГИС ЖКХ необходимо зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации. Далее уже через свой личный кабинет отслеживать все начисления и проводить все операции по коммунальным услугам. Акционерная компания «ЕПК-платежи» реализовала уже три варианта приема денежных средств от населения. Первая схема – это когда человек платит и процент, ну там совершенно небольшой процент, за него платит управляющая компания. Второй вариант – это когда человек сам платит за себя проценты. Третий вариант – когда управляющая компания не заключила «ЕПК-платежи» договора, но при этом человек имеет возможность оплатить, но это будет просто банковский платеж, и вы этот процент заплатите банку. В личном кабинете видно и ваше начисление, и вы можете внести показания прибора учета. То есть, пожалуйста, все ваши деньги, архив там есть. Очень удобно, сидя дома на диване, произвести оплату. Организация стран-экспортеров нефти повысила свой прогноз по добыче сырья в России в 2018 году на 20 тысяч баррелей в сутки относительно предыдущей оценки. Об этом говорится в опубликованном мартовском докладе организации. Согласно обновленному прогнозу, добыча нефти и конденсата в России в текущем году ожидается на уровне 11 миллионов баррелей в сутки. Криптовалюта биткоин в четверг утром опустилась ниже отметки 8 тысяч долларов впервые с середины февраля, после того, как компания Google сообщила, что ведет летом запрет на рекламу криптовалют и связанных с ними услуг, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8,25 по московскому времени биткоин дешевел на 14%. На бирже Bitfinex криптовалюта спустилась в цене на 13,8%, на Binance на 14,8%. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24. Продолжение следует...